Каждый может стать успешным инвестором, но далеко не каждый может стать успешным спекулянтом. Участников фондового рынка можно условно разделить на две категории – инвесторов и спекулянтов. Спекулянты стремятся разбогатеть быстро, берут на себя большие риски и, как правило, инвестируют в краткосрочный горизонт. Инвесторы стремятся сохранить и приумножить свой капитал, не принимая чрезмерных рисков, так сказать, разбогатеть медленно и, как правило, имеют длинный горизонт вложений. Успешными спекулянтами становятся по разным оценкам от 1 до 10% трейдеров, да и то ненадолго. Агрессивный стиль торговли зачастую требует от человека действовать наперекор себе, своей природе и своей психологии. Например, приходится принимать решения, противоположные большинству участников рынка. То есть покупать актив, от которого все стараются в данный момент избавиться или продавать что-то, что, по мнению большинства, обязательно вырастет в цене. Преодоление в себе стремления соглашаться с толпой, выработанного миллионами лет эволюции, задача не из легких. Другой пример. Успешный спекулянт обязан мгновенно признавать свои ошибки и менять мнение в случае изменения рыночной ситуации, что опять-таки не свойственно подавляющему большинству людей. К счастью, вам не нужно спекулировать, чтобы достичь долгосрочных финансовых целей. Успешными инвесторами могут стать многие. Можно обратиться к грамотному инвестиционному консультанту, составить балансированный портфель активов, соответствующий вашим финансовым целям и характеру, и дисциплинированно придерживаться выбранной стратегии. Второе. Не следует инвестировать в активы, показывающие свою наибольшую историческую доходность. Идея погони за прошлой доходностью существует столько же, сколько существует фондовый рынок. Самые большие притоки средств в тот или иной класс активов происходят после того, как этот актив сильно растет в цене. Но на рынках работает правило возврата к среднему. Поэтому обычно выросшие в стоимости класс активов в дальнейшем, в лучшем случае, прекращают расти. А в худшем дешевеет. Когда все растет на протяжении, например, трех лет, вероятность падения очень велика. По этой же причине, возврат к среднему, следует обращать внимание на активы, показывающие в последние промежутки времени низкую или даже отрицательную доходность. Они могут вас приятно удивить. Правда, при этом придется потратить время на то, чтобы выяснить, с чем именно связано падение или недостаточно высокий рост цены этих активов. Третье. Рынок акций может расти, даже когда с экономикой все плохо. Взаимосвязь между экономическим ростом и ценами на акции далеко не всегда однозначна. И действует только на длительных промежутках времени. На горизонте менее двух или трех лет существенно большее влияние на динамику акций оказывают ожидания инвесторов. Самые сильные движения на рынках происходят в моменты, когда не оправдываются чрезмерно завышенные или, наоборот, чрезмерно заниженные ожидания инвесторов. В первой половине 2008 года ожидания инвесторов относительно будущей динамики российского рынка акций и курса рубля были заоблачными. Многие прогнозировали и рост индекса РТС в ближайшее время до 2500-3000 пунктов, стоимость нефти 200 долларов за баррель, а курс российской валюты менее 20 рублей за доллар. С началом мирового финансового кризиса стало очевидно, что предпосылки, на которые ориентировались такие ожидания, не суждено было сбыться. Цена акций в 2009 году снизилась настолько, что могло быть оправдана только при наступлении конца света. Когда этого не произошло, рынок снова вырос более чем на 100%, несмотря на падение экономики в этом году. Четвертое. Доходность портфеля не зависит от того, насколько часто вы проверяете его стоимость. У удобного торгового приложения в мобильном телефоне есть один минус. Пара касания экрана, и вы уже видите свой инвестиционный портфель. Стоимость этого портфеля мгновенно меняется буквально на ваших глазах. Если вы не профессиональный трейдер, такая медитация на портфель повышает вероятность принятия эмоциональных решений, а значит они могут оказаться ошибочными. Разумно оценивать динамику инвестиций не чаще, чем один раз в месяц, а принимать важное решение по пересморту портфеля не чаще, чем раз в квартал. Пятое. Доходность портфеля не зависит от частоты сделок. Определить правильное время для успешной сделки не всегда способны даже профессиональные трейдеры. Попытки неискушенного инвестора угадать, когда нужно покупать и продавать, скорее всего, приведут к продажам акций на дне и к покупкам на вершине. Лучшим вариантом будет формирование долгосрочного портфеля, включающего разные классы активов и периодическая его корректировка в зависимости от экономической ситуации. Шестое. Чудес не бывает. Если вам обещают быстрый высокий доход без риска, держитесь покрепче за свой кошелек. Вам точно что-то недоговаривают. Либо это мошенники, и они вообще не собираются возвращать вам деньги. Либо просто недобросовестные продавцы, которые забыли рассказать вам о скрытых рисках инструмента, которые они пытаются вам продать. Высокая доходность сопровождается всегда высокой неопределенностью и, как правило, подразумевает временное падение стоимости активов, в которые вы вкладываете деньги. Поэтому такие инструменты нужно брать с осторожностью и быть готовыми вкладывать деньги надолго. Седьмое. Грамотный подход к инвестициям позволяет защитить ваши вложения. История разорения на фондовых рынках — это история неудавшихся спекулянтов, которые злоупотребляли заемными средствами или клали все яйца в одну корзину. Если портфель составлен профессиональным консультантом, а инвестор дисциплинированно придерживался выбранной стратегии, шанс потерять все на запланированном инвестиционном горизонте, стремиться к нулю.